Время новостей на телеканале ОТС 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 Время новостей на телеканале Время новостей на телеканале ОТС 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 Ключевые направления новых национальных Проектов обсудили сегодня на совете Приполномоченном представителе президента В Сибирском федеральном округе Мы с вами системно работаем над их выполнением Обмениваемся опытом на заседаниях нашего совета Отраслевых совещаниях, рабочих группах При главных федеральных инспекторах в регионах Все это позволяет вырабатывать совместные позиции И решения по проблемным вопросам В результате за время реализации национальных проектов В регионах округа произошли коллеги ощутимые Позитивные сдвиги, которые замечают граждане Так в ближайшее время будет принят нацпроект Технологическое обеспечение продовольственной безопасности Направленный в том числе на решение задачи главы государства Об увеличении на четверть объемов производимой сельхозпродукции Предусмотрено исполнение 11 проектов В сфере агропромышленного комплекса В семи регионах округа А в национальном проекте «Экологическое благополучие» Примут участие больше 20 сибирских городов Это создание современной инфраструктуры По переработке отходов Обсудили на совете и на проведении В регионах Сибири информационно-разъяснительной работы По сохранению и укреплению Традиционных духовно-нравственных ценностей Учителя не прислуга Защиту чести и достоинства преподавателей Обсудил председатель совета При президенте Российской Федерации По развитию гражданского общества По правам человека Валерий Фадеев на встрече с новосибирскими педагогами Моя позиция Не бюрократия должна принимать решения А надо прислушиваться к тому Что происходит в лучших школах Которые могут стать образцом Для всей страны Вот к этим людям и надо прислушиваться И на основе их мнения Их опыта Их анализа Принимать управленческие решения В том числе законодательные Итог встречи Необходимость серьезных изменений В законодательстве Еще несколько актуальных тем Миграции, поддержки института семьи Многодетных родителей Поддержание здорового образа жизни Обсуждали с членами региональной Общественной палаты Общественных и профессиональных организаций Еще один важный вопрос Развитие среднего образования Продолжение работы По повышению статуса рабочих профессий В течение последних четырех лет Каждый год Бюджетные места в колледжах Серьезно преврастают И за этот период В полтора раза мы увидим В Северской области Одной из сильных Слузакаловских движений И ребята Мным текстом говорят Нам хочется не просто работать Нам хочется Оставить Вследствие истории Своей памяти Что мы участвовали В знаковых стройках И поэтому Конечно Они просят Чтобы Все что связано Со знаковым строительством Космодором Восточный Крымский мост Или вот у нас сейчас строится Синфротронский Для них Вот это вот самое Привлекательное место В Качковском районе Незаконно убили медведя Выстрелом прямо из машины Вот это видео Уже разлетелось По социальным сетям Есть и фото На котором с туши убитого животного Попозирует человек Очень похожий на председателя районного общества Охотников и рыболовов Инцидентом заинтересовались в Минприроде Материалы передали в полицию Для выяснения обстоятельств Учат детей разговаривать Развивают интеллект Творческие Физические способности И готовят ребенка к школе Сегодня свой профессиональный праздник Отмечают воспитатели И сотрудники детских садов Лучших наградили в правительстве Новосибирской области Алена Кузина побывала на празднике Победитель регионального конкурса Воспитатель года Татьяна Агеева Сегодня получает еще одну важную награду Лучший педагогический работник области За 14 лет в детском саду Вырастила не одно поколение дошколят Для многих малышей Она стала второй мамой И не понаслышке знает Каким должен быть настоящий педагог Он должен быть чутким Он должен уметь слышать и слушать каждого ребенка Он должен создавать такую интересную Занимательную жизнь в дошкольном учреждении Чтобы у детей Как можно больше было Эмоционально приятных Положительных моментов И воспоминаний на протяжении всего дня Воспитатели, музыкальные руководители, психологи Заведующие нянечки Каждый из них знакомит детей с окружающим миром И становится для ребенка первым наставником Татьяна Веденова выросла в семье учителей Но вместо школьных уроков Выбрала воспитание малышей В моей семье и дедушка, и родители были педагогами Но они были педагогами школы А меня все-таки больше тянуло к детям Мне кажется, от маленьких детей больше отдача Больше получаешь энергии Больше позитива Ну вот так и пришла И не жалею ни одной секунды Грамоты Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников народного образования Благодарственные письма за реализацию федерального проекта Современная школа Получили сотрудники дошкольного образования Со всего региона Особое слово благодарности хочу выразить вам От лица губернатора Новосибирской области Травникова Андрея Александровича Который желает вам несякаемой энергии Здоровья И чтобы у нас всех получилось Получилось воспитание наших маленьких граждан страны Спасибо вам большое за ваш труд В Новосибирской области почти тысяча дошкольных учреждений В них созданы все необходимые условия Для всестороннего развития детей Малыши изучают языки Играют в спектаклях Учатся готовить и конструировать Алена Кузина, Валерий Павлов Новости ОТС И сегодня же в День воспитателя И всех дошкольных работников В Новосибирске поздравили тех представителей сферы Которые принимают активное участие В деятельности партии «Единая Россия» Очень хочется вам, секретарям первичных отделений Кто работает в этой сфере Сказать огромные слова благодарности За то, что вы, несмотря на ваш такой непростой Очень сложный путь за вашу работу Вы находите время заниматься еще активной партийной деятельностью Я очень рада, что мы вместе с вами в одной команде Я уверена, что у нас обязательно будут замечательные цели Будут новые победы В Новосибирске области более 1800 первичных отделений 2024 год объявлен в «Единой России» годом первичных отделений По предложению председателя партии Дмитрия Медведева Такие отделения – фундамент партии Их задача – сбор и реализация наказов жителей региона Прямой диалог с гражданами Воспитатель – важная профессия для государства Именно от этих специалистов зависит процесс формирования личности Будущего гражданина страны Многие из награждаемых успешно реализуют себя в профессии и в общественной деятельности Сегодня программа поддержки дошкольного образования Школьное образование очень сильное, очень мощное, очень финансово емкое И мы точно знаем, что на самом деле в ближайшем будущем Мы точно закроем все вопросы, которые связаны и с образованием, и с дошкольным образованием И смотрите далее в нашем выпуске А мы сегодня занимаемся тем, что удовлетворяем память И в очередной раз подчеркиваем значимость тех людей, которые сотворили историю во благо нашей великой России Костюм праздничный, белорусский, привезенный еще в середине 20 века сюда, к нам, в Новосибирск Мой дедушка более 30 лет работал на предприятии ФБМС И по его рекомендациям после окончания университета я пошел в ФБМС устроиться на работу Ресторан «Максимилианс» представляет 2 октября Группа «Рок Острова» Подробности на максимилианс.ру Знакомство с культурой соседнего государства В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Белоруссию в ритме традиций» Гости привезли в наш город около двух сотен экспонатов Одежду, предметы быта и ремесел Экспозицию оценила Екатерина Широких Посетителей выставки встречает музыка Переливы народного инструмента цимбалы Его история насчитывает не одну тысячу лет Это один из символов белорусской культуры Как и вышиванка Отличить ее от одежды других славянских народов Можно по орнаменту Это язык азбука И нужно отметить, что Беларусь единственная страна в мире Которая использует свой белорусский традиционный орнамент на белорусском флаге Главным символом, элементом орнамента является ромб Его можно увидеть на каждом элементе Ромб это символ земли для белоруса Соломоплетение, предметы из лозы, гончарное искусство и резьба по дереву Выставка проходит во время Дней культуры Республики Беларусь Мы весной представляли весь спектр новосибирской культуры Республики Беларусь Вот в эти дни наши коллеги сегодня здесь Огромное им спасибо за это Замечательная выставка Беларусь в ритме традиций Достоянием белорусской культуры является Сохранение исторического культурного наследия Которое отражает весь спектр и особенности белорусского народа Чем порадовать посетителей выставки нашли и в самом краеведческом музее Некоторые предметы ждали своего часа в коллекции Костюм праздничный белорусский Привезенный еще в середине 20 века Сюда к нам в Новосибирск И мы его решили тоже показать Потому что все равно Сибирь это культура переселенцев Так или иначе И многие переселенцы в течение 19-20 веков Привозили сюда свой быт Свою одежду, свой скарб И конечно это все наследие сохранилось Оценить белорусский колорит можно будет до середины ноября Некатерина Широких, Евгений Агеев, Новости ОТС В Новосибирске капитально ремонтируют школу номер 32 в Октябрьском районе Строители реконструируют фасад, кровлю и проводят внутреннюю отделку зданий Меняют инженерные коммуникации Сегодня партийный десант Единой России оценил темпы и качество работ Светлана Шевченко присоединилась Школа 32 состоит из двух корпусов Этому двухэтажному зданию 70 лет Здесь обучается начальная школа А этот четырехэтажный корпус построили около 40 лет назад Он предназначен под 5-11 классы Корпуса объединяет теплый переход И здесь обучаются почти 600 ребятишек Пока в школе ремонт ученики ездят на занятия в педагогическом лице имени Пушкина Подрядчик заступил на объект в апреле этого года В планах замены инженерных систем, ремонт фасада, кровли и входных групп, лестниц В зданиях заменят двери и проведут штукатурно-малярные работы В перспективе на стенах появится мурал Сейчас обсуждают вариант изображения трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина Помимо просторных классов появится место под дополнительные занятия Мы хотели бы консолидировать усилия с рядом находящейся школой искусств 25 С детским спортивным клубом Исток И у нас есть достаточные площади для того, чтобы урочная, внеурочная И деятельность по дополнительному образованию, она интегрировалась Это очень важно Ремонт ведут в рамках программы, которую Единая Россия реализует совместно с Минпросвещением Проект входит в народную программу партии, инициированную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Депутаты, общественники и родители контролируют процесс Конечно же доведем здесь все до логического завершения На контроле будем держать и качество выполнения работы, и сроки реализации Потому как в следующем году ребятишки должны обязательно пойти в свое образовательное учреждение Они здесь рядом проживаются Мы видим тут еще хорошую такую коллаборацию застройщика и департамента образования Как заказчика данных работ Застройщик откликается на любые просьбы Одной из таких просьб стала современная спортивная площадка Ее уже построили У нас на округе все больше и больше добавляется новых домов Жителей становится больше, ну и детишек, конечно, будет больше Я как любитель спорта, вот у меня спорт, спортивные площадки, развитие молодежи в рамках спортивных мероприятий То есть для меня это, наверное, самое такое интересное Ну и, конечно, ждем, надеемся реализацию тира в школе Потому что военно-патриотическая подготовка, это сейчас очень и актуально, и нужно Сегодня готовность объекта 28% Общая стоимость ремонта почти 136,5 миллионов рублей Закончить работы планируют в июле 2025 года Всего в рамках народной программы в регионе отреставрируют 36 школ Светлана Шевченко, Андрей Дулепов, Новости ОТС Увековечили память стратега в день празднования 225-летия знаменитого похода через Швейцарские Альпы Памятник великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову Открыли у дома офицеров Новосибирского гарнизона Бюст установили по инициативе организаторов регионального проекта Имя победы Суворов По поручению губернатора я передаю слова благодарности Всем организаторам, всем инициаторам Всем, кто сегодня приблизил момент открытия бюста Гению, военному гению Александру Васильевичу Суворову Сегодня мы должны сохранять память о тех героических подвигах, которые совершал наш народ И не позволить никому эту историю переписать Генералиссимус Александр Суворов – основоположник русской военной теории Стратег и тактик, участвовал в семи крупных войнах, выиграл 60 сражений, не проиграв ни одного В настоящие дни бойцам специальной военной операции за мужество и отвагу вручают медали имени великого полководца Импортозамещение в авиационной отрасли, укрепление оборонного комплекса страны и легендарная электробритва Одно из крупнейших предприятий Новосибирской области – Берский электромеханический завод – отмечает 65-летний юбилей О том, как живет завод сегодня, расскажет Надежда Волгина Каждое утро работников БЭМЗа встречает заводская проходная Сегодня здесь работает больше тысячи сотрудников Конструкторы, инженеры, слесари, фрезеровщики, столеры, техники и другие специалисты Жизнь Берского электромеханического завода кипит уже 65 лет За это время коллектив предприятия выполнял разные задачи Задачи обеспечения интересов страны в космической сфере, оборонной сфере Сегодня предприятие имеет новые планы по развитию нового направления Которое востребовано в сложившейся обстановке поддержания летной годности воздушного флота западного производства Производство и испытание авиационных деталей – сегодня одно из значимых направлений деятельности Приборы для самолётов бердского производства должны полностью заменить зарубежные оригиналы Большая часть заказов предприятия приходится на укрепление оборонного комплекса страны Завод производит продукцию для ракетно-космической отрасли Всей стране и далеко за её пределами знакома электромеханическая продукция гражданского направления Например, легендарные бэмзовские электробритвы и другие изделия, которыми пользовались целыми поколениями Это невозможно было бы без людей, без коллектива, без труда ветеранов, которые создавали завод Которые закладывали технологические традиции, традиции производственные Хотелось бы пожелать всем и сотрудникам завода, и ветеранам здоровья, веры в лучшие И, безусловно, исполнение тех личных пожеланий, которые есть у каждого российского человека С появлением новых направлений на бэмзе появилось и новое оборудование, новые цеха и складские помещения Например, этот складской комплекс для хранения авиационно-технических изделий оснащён самым современным оборудованием Новые направления – это и новые рабочие места Коллектив завода будет расширяться, всё больше появляется молодых специалистов Мой дедушка более 30 лет работал на предприятии бэмз И по его рекомендациям после окончания университета я пошёл в бэмз устроиться на работу Я занимаюсь ремонтом комплектующих на самолёты Никогда раньше таким не занимался, и в принципе для меня сейчас впервые меня так обучают И в принципе всё интересно достаточно, много нового узнаю Успешная работа во многом зависит от квалифицированных кадров Молодых сотрудников курируют опытные наставники После обучения новички сдают экзамены, и только тогда могут приступать к работе самостоятельно Приходят сотрудники, обучаем Сейчас у меня ученик есть, обучаю его полгода, обучать буду Потом он уже сам будет на станке работать Интересно, есть детали, которые интересно делать Бэмз движется вперёд, сохраняя традиции, которые были заложены заводчанами больше полувека назад С юбилеем завод поздравляют партнёры, коллеги и друзья Бэмз – это краеугольный камень развития всей российской экономики И перефразировав известную фразу, хочу сказать, что у меня нет сомнения, что могущество России будет перерастать Бэмзом С праздником! Особый почёт и уважение за преданность выбранному делу сегодня ветеранам производства Чествуют трудовые династии На предприятии работали и работают сразу несколько поколений семей Крупнейшее градообразующее предприятие Бердска, построившее целый жилой микрорайон, сумело выдержать все экономические кризисы Непростое время перестройки и сегодня выходит на новый уровень В планах не останавливаться на достигнутом, развивать производство и создать свой учебный центр Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС Бердск Это же элементарно, Ватсон, первый фестиваль киберкриминалистики стартовал сегодня в НГУ Студенты юридических факультетов с помощью компьютерной игры и квеста расследовали преступления Как выглядит кибертренажёр и как современной технологии помогает раскрыть преступления Роль следователя на турнире Crime Lab примерила моя коллега Светлана Магдеева Виктория и Алиса студентки Красноярского аграрного университета На международный фестиваль приехали по приглашению организаторов Сегодня им придется доказать, что они профи в экспертной ситуации Так называется их команда И погрузиться в атмосферу любимых детективов Самое будет такое же, Широк Холмс, или настоящий детектив, тоже интересный сериал Криминалисты, студенты особого назначения, Эвиденс Доу Всего 9 команд из Новосибирска, Красноярска, Барнаула и даже сборная Харбина Участники не знают ни сюжета преступления, ни механики игры Создатели тренажёра разработали примерно 10 историй, все основаны на реальных уголовных делах Спойлер, в одной из локаций взятка спрятана в карнизе Кроме того, ребята представляют здесь направление, например, интернет-мошенничества То есть можно оказаться тут же выбрать локацию, как в компьютерной игре, например, в колл-центре И каким образом уже следственные мероприятия в рамках каких-то уголовных дел будут происходить на конкретных площадках Где какие материалы нужно изъять, на что обратить внимание, куда посмотреть в первую очередь Где могут быть спрятаны те или иные улики и так далее То есть это увлекательно, интересно, ну и самое главное познавательно Ещё вчера киберсоревнования были всего лишь идеи Сегодня это уже настоящие кибертренажёры Как они выглядят? Это мышка, клавиатура, наушники и монитор Ну а самое главное — системный блок Там настоящая квест-игра Ну что, поиграем? Итак, это я Я иду, у меня фонарик Мне нужно зайти в здание тёмное и найти какие-то улики Так, и у меня это не получается И представляете, ребятам это нужно сделать на скорость Я вижу какую-то машину И вот здесь отпечаток пальца Всё элементарно Ватсон Развлекаясь, обучаюсь Такое современное направление в постижении наук Кибертренажёр — это азартная игра Вовлечённая в виртуальную разгадку преступления Студенты прокачивают теоретические знания на максимум Они получают новый опыт Потому что без нового опыта в образовании всегда как-то трудно Второе, они получают реальные прикладные знания Которые у нас, поскольку всё основано и на криминалистической практике Естественно, они получают прикладные знания Где-то, конечно, более условные Что не заменят реальный криминалистический полигон Но всё-таки сможет приблизить к пониманию того, как это работает Задача Оргкомитета и жюри шире Первый фестиваль «Краймлэб» — это ещё и апробация технологии Эксперты в плотном контакте с участниками должны выявить недочёты А затем дать конструктивную критику и замечания создателям кибертренажёра Ведь в скором времени такие игровые обучалки должны появиться в профильных вузах Возможно, и в этом учебном году Светлана Магдеева, Валентин Павлов Новости ОТС Путешествие по страницам книг В Машковском районе провели литературный тур Гостей познакомили с местами, где жил и творил известный советский писатель Анатолий Иванов Автор вдохновлялся природой и историями земляков Проект создан центром «Живая земля» при поддержке президентского фонда культурных инициатив Моя коллега Татьяна Кияева отправилась во временной вояж Анатолий Иванов, прозаик и сценарист Один из крупнейших советских писателей и почвенников Среди его произведений эпопеи «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень» Едем в Машковский район Именно здесь начался большой творческий путь Анатолия Степановича Красивые женщины в 1923 Да, вот на работу сегодня с утра купайка, новая платок Все собрались Ну пойдёмте, гости дорогие, в наше село Путешествуем во времени по страницам книг, попадаем в 1930-е в село Дубровино Именно такие живописные места вдохновляли и увлекали писателя Гостеприимные мошковчане угощают травяным чаем и вареньем из лесных ягод Селяне организовали концерт, хором поём песню Из многосерийного телефильма «Тени исчезают в полдень» Иванами, домарьями, гордилась ты всегда Не знаю счастья большего, чем жить такой судьбой Прикладных дел мастера показали своё рукоделие, селяне рассказали истории о родной земле Анатолий Иванов писал о деревенской жизни, в его романах семейные драмы Герои сюжетов отражают историю целого народа, на долю которого выпала три войны, революция Крушение старого мира и становление нового Можете посмотреть, осмотреть, какая замечательная природа И, конечно же, эта природа и вдохновляла нашего писателя На берегу Аби встречаем рыбака Говорит, нынче улов необычный И самые смелые должны достать из ведра добычу Это же голой рукой готова Обязательно голой! Смотрите, аккуратно! Я надеюсь, там не рягушка Ну, как получится! Ой-ой-ой-ой! Что такое? А! Ракушка! Чтобы согреться, танцуем Артисты играют на баяне, исполняют народные песни Угощают блинами и салом Путешественникам во времени дарят обереги Для местных жителей вот такой тур – это целое событие И то, что сегодня турист повернулся лицом к селам, к деревням Это значит, что турист повернулся к своей истории, к своим корням Прощаемся с селянами, обещая вернуться Но уехать так просто не получается Подарки не заканчиваются Временной портал переносит нас в 50-е В районный центр поселок Машково Здесь жил и работал сибирский писатель Анатолий Степанович был редактором газеты «Ленинское знамя» Дальше путь держим в старинное село Локти Когда-то жители этих мест стали прототипами героев романа «Вечный зов» С тех пор и затаили обиду на писателя Такое путешествие вы затеяли по Машковскому району Какая у вас тема-то интересна? Цель-то какая? Произведение Иванова, Анатолий Тогда не к нам Тогда не к нам Мы на него обиду держим большую в нашем селе Он нашего односельчанина-то как пропесочен Не нравится, но не знаю Может, как-то загладите вину? Хотели бы Хотели бы, но мы даем вам шанс Пытаемся загладить вину Анатолия Степановича Чтобы локтинцы его навсегда простили Поем частушки, которые сами сочинили Так и помирились На этом путешествие по Машковскому району подошло к концу Сам по себе проект Я очень рассчитываю на то, что он станет Не просто интересным, но и нужным Ну и, собственно говоря, мы уже сейчас рассчитываем на то, что Туры будут Потому что сами территории в них участвуют Это делается людьми, которые живут непосредственно здесь Литературные туры могут заинтересовать Школьников, жителей Новосибирской области И гостей из других регионов Задача проекта – познакомить людей с историей И культурой сельских территорий Татьяна Кияева, Валерий Павлов Новости ОТС И на сегодня это все Еще больше новостей читайте на горсайте Мы следим за развитием событий До встречи в эфире Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – девелопер Вира Лидер по объему введенного жилья по итогам 2022 года По информации, предоставленной управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии Дом-небоскреб Гранда от Вира Бизнес-класс по цене комфорта Подробности по телефону 230-34-95 Прогноз на 28 сентября По данным сервиса Яндекс.Погода В Новосибирске будет облачно с прояснениями Ветер южный 2,7 м в секунду Влажность 67% Температура ночью плюс 1,3 А днем до плюс 8 В последующие два дня будет облачно с прояснениями В воскресенье плюс 10,12 В понедельник до 15 градусов тепла С вами была Ольга Савельева Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова